Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – гипертоническая болезнь. Это одно из самых распространенных заболеваний системы кровообращения в мире. Около 30% населения земного шара страдает этим недугом. В последнее время гипертония резко молодеет. Среди заболевших немало людей среднего и даже молодого возраста. Артериальная гипертензия чревата тяжелыми осложнениями. Она нередко приводит к летальному исходу. В то же время при соблюдении ряда правил возникновения и развития заболевания можно отсрочить на годы. Коварство патологии в том, что в половине случаев пациенты и не подозревают у себя опасной болезни, поэтому не предпринимают никаких действий, пока повышенное давление не начнет проявлять себя неприятными симптомами. Каждый человек должен быть знаком с факторами риска развития гипертонии, ее признаками и принципами лечения. Поговорим об этом через минуту. Гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия – это хроническое заболевание, склонное к прогрессированию. Главный симптом в клинической картине – стойкое продолжительное повышение артериального давления. Пусковым механизмом считаются нервные перенапряжения, острые или длительные, которые вызывают нарушения трофики структур головного мозга, отвечающих за регуляцию артериального давления. Особое значение имеют эмоции, не получившие реализации в двигательной сфере, так называемые неотреагированные эмоции. В возникновении первичной гипертензии прослеживается генетическая предрасположенность. Итак, тема нашей сегодняшней программы – гипертоническая болезнь. Наш телефон, как всегда, к вашим услугам. Его номер 67 97 67. А в студии у нас врач-эксперт, терапевт Парфинского филиала Старорусской центральной районной больницы Светлана Анатольевна Тихонова. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Вы к нам приехали из Парфина, и мы очень рады этому обстоятельству. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня к нам приехать. Как, кстати, была дорога? Дорога неплохая. Весна, солнце, отличная погода, прекрасно. Ну что ж, перейдем к гипертонической болезни. Вот она действительно одна из самых распространенных в мире, и 30% населения страдают этим недугом. Почему же все-таки болезнь молодеет? Что, на ваш взгляд, здесь главное? Наверное, она связана очень часто с нынешним образом жизни, с теперешним образом жизни. Везде очень большое количество стрессовых ситуаций. Неправильное питание, сидячий образ жизни малоподвижный, пристрастие, особенно молодежи, к никотину, к алкоголю. Все это способствует возникновению гипертонической болезни в раннем, не в раннем, а в молодом возрасте. Считается, что где-то до 40 лет и от 40 до пенсионного возраста данным заболеванием чаще страдают мужчины. Потом же количество страдающих этим заболеванием между мужчинами и женщинами выравнивается, а затем женщины даже чаще начинают страдать этим заболеванием. Действительно, очень многие люди живут и даже не знают о том, что у них гипертония. Я сама недавно узнала, что, оказывается, я гипертоник. Я все время была уверена в том, что у меня давление, как у космонавта и прочее, пока не прошла УЗИ сосудов шеи. И мне вот потом на основании этого УЗИ врач-невролог сделал заключение, что я уже даже перенесла несколько гипертонических кризов. Я об этом даже не подозревала. Ну да, такое иногда может быть. Это частое явление. Иногда может быть такое бессимптомное течение гипертонической болезни. И, в принципе, она выявляется при случайном медицинском осмотре, при случайном обращении за медицинской помощью. То есть вдруг случайно выявляется, что у человека повышенное давление. Но для того, чтобы точно установить этот диагноз, все-таки необходимо провести дифференциацию между первичной гипертонией и так называемой действительно гипертонической болезнью, и между вторичной артериальной гипертензией, которая тоже проявляется повышением артериального давления, но оно связано с каким-то другим заболеванием организма. То есть оно может быть связано с патологией эндокринной системы, конкретно надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, гипоталямуса. Оно может быть связано с болезнями почек. Оно может быть связано с поражением, чаще всего с сужением сосудов, с сужением коордации аорты, с сужением сосудов почек. Оно может быть связано с какими-то еще другими заболеваниями. То есть необходимо проводить тщательно дифференциацию между первичной артериальной гипертензией, так называемой эссенциальной гипертонией, гипертонической болезнью, и вторичной гипертензией. А если первичная, то вот это как раз... Это как раз и есть та самая гипертоническая болезнь, которую сегодня мы с вами обсуждаем. И к ней приводят именно стрессы и малая подвижность? Стрессы, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Лишний вес? Лишний вес обязательно, да. Вредные привычки, скажем так. Понятно. И вот эти факторы риска, как правило... Вот эти, перечисленные мной все причины, они как раз и являются факторами риска развития гипертонической болезни. Но наверняка какие-то звоночки были, да? Просто мы обычно не очень внимательны к сигналам своего тела и организма. Мало ли там на фоне стресса или там, может быть, заболеть голова, зашумит голова, внезапное, кратковременное даже головокружение, приступы сердцебиения... Отеки. Отеки, да. Но это уже, честно говоря, о первой признаке. Ну вот, приступы какие-нибудь сердцебиения, все это может говорить о том, что у человека может быть повышение артериального давления. Но это было, прошло, человек успокоился, об этом забыл. Это было, прошло, человек успокоился. И, в принципе, он не обращает внимание на то, что у него повышалось артериальное давление, и оно может быть даже повышенным, даже когда уже этих симптомов и нет. Уважаемые телезрители, наш телефон, я напоминаю, 67 97 67. Мы говорим сегодня о гипертонической болезни. В студию у нас врач-эксперт, терапевт Светлана Анатольевна Тихонова. Пожалуйста, задавайте вопросы, мы ждем ваших звонков. А если позвольте, я перейду уже к вопросам, которые задали накануне. В частности, Юлия пишет, что маме 57 лет, диагноз – артериальная гипертензия первой степени. Выписали лекарства, мама принимает одно из них. Осталось 8 таблеток от одной упаковки. Но давление не снижается. Сегодня, вернее, это было вчера, 170 на 100. Есть семейная причина, по которой она вынуждена просыпаться ночью. Возможно, это способствует удержанию высокого давления. Стоит ли сменить лекарства или просто попробовать устранить ночной фактор и больше высыпаться? Что посоветуете? Ну, конечно, определенные стрессовые ситуации, определенные какие-то сбои в режиме дня могут приводить к повышению артериального давления. Но иногда для того, чтобы нормализовать давление или достичь так называемого целевого уровня артериального давления, необходимо попробовать несколько препаратов. Иногда для того, чтобы достигнуть целевого давления, необходима комбинация различных препаратов, комбинация различных групп препаратов. И бывают такие случаи, что иногда приходится больным принимать для нормализации давления и 3, и 4, а то и 5 препаратов. Иногда бывают вот такие вот случаи. То есть вполне возможно, что... Поэтому вполне возможно, что просто-напросто это лекарство на больную не действует. Ей необходимо какой-нибудь другой препарат. Иногда бывают такие случаи, что препараты от повышенного артериального давления могут вызывать побочные эффекты. То их тогда тоже необходимо заменить. Иногда при некоторых сопутствующих заболеваниях назначение некоторых гипертензивных препаратов противопоказано. Для того, чтобы правильно подобрать антигипертензионную терапию, необходимо консультироваться со своим лечащим врачом. То есть врач изначально не мог знать, да? Не мог. Он не может знать, подействует этот препарат или нет. Вообще, подбор препаратов от давления – это, в принципе, работа, которая идет по методу проб и ошибок. То есть вот попробуем этот препарат – не действует. Добавим еще этот препарат – не действует. Или недостаточно действует. Попробуем, может быть, что-нибудь заменить. Вдруг у нас возникают побочные явления. Значит, приходится от ряда препаратов отказываться и добавлять еще какие-то. Но сейчас имеется достаточное количество препаратов для того, чтобы все-таки нам суметь бороться с этим недугом. А вот ночной фактор, вот спрашивает Юлия, убрать ли ночной фактор у мамы? Ну, конечно, желательно так, чтобы маме 57 лет все-таки ночной отдых был у нее достаточный, потому что режим дня, вообще нормальный здоровый образ жизни играет очень большую роль в лечении гипертонической болезни. Я понимаю, что стрессовые ситуации невозможно в нашей жизни избежать, но все-таки как-то стараться их сгладить. Необходимо, конечно, достаточное количество ночного сна. Ночной сон должен быть не менее 7 часов. Поэтому, конечно, если по возможности возможно избежать вот этих ночных пробуждений, связанных с какими-то семейными ситуациями, то, конечно, это надо как-то постараться исправить. Следующий вопрос от Тамары. Она пишет, что отцу 65, у него вот уже неделю давление 205 на 100. Сам он этого давления не чувствует, ничего не болит. Только начинает краснить лицо. Лекарства не помогают. Скорая делает уколы, но улучшение незначительное – минус 10 единиц. Кроме шейного остеохондроза хронических болезней никаких нет. Вчера сделали укол, давление все равно высокое. Что можете посоветовать? Вот это как раз именно та ситуация, когда необходимо исключить вторичную артериальную гипертензию. То есть очень часто при вторичной артериальной гипертензии практически жалоб никаких нет. Поэтому моя рекомендация такая – обратиться к терапевту для исключения артериальной вторичной гипертензии. Необходимо обследовать щитовидную железу, надпочечники. Необходимо сделать УЗИ сосудов. Необходимо провести все обследования, которые проводятся для диагностики гипертонической болезни, чтобы точно выяснить причину этой гипертензии. Если эта причина не артериальная гипертензия первичная, а вторичная, то тогда необходимо устранить причину, которую она вызывает. Иногда это бывает оперативное лечение. Иногда это бывает какая-то гормональная коррекция. Если же все возможные заболевания, которые приводят к вторичной артериальной гипертензии, исключены, можно будет уже думать о том, что это гипертоническая болезнь, и тогда необходимо будет уже корректировать свое давление медицинскими препаратами. Но я думаю, что здесь прежде всего надо все-таки исключить вторичную артериальную гипертензию. То есть здесь вполне возможно не самостоятельное заболевание, а симптом другого хронического заболевания или острой формы другого заболевания. Следующий вопрос от Анатолия. Он пишет, что маме 62, и почти каждый вечер у нее поднимается давление до 170. Пульс при этом учащенный. Никаких стрессов и нагрузок не испытывает. Два года назад перенесла геморрагический инсульт. Ежедневно принимает лекарства. Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять в этой ситуации. Может быть, дополнительно что-то надо принимать? Да, уже говорила, что иногда для коррекции артериального давления необходимо принимать несколько препаратов. Я думаю, что в этой ситуации нужно обратиться к своему лечащему, участковому врачу, чтобы он сумел скорректировать лечение. Наверное, к тем препаратам, которые она принимает, надо добавить еще какой-то или какие-то препараты. И уже каким-то образом скорректировать давление. Следующий вопрос от Анны. Ей 43 года. И она пишет, что никогда не страдала от давления. Ну, вот почти моя ситуация. Обычная АД 120 на 80. Недавно простудилась. Артериальное давление поднялось до 170 на 100. До этого три дня была в стрессе. Вчера вечером измерила давление 136 на 88. Уснула. Через два часа проснулась. Голова тяжелая. Боль в затылке. Артериальное давление 152 на 104. Пульс 88. Выпила лекарство. Стало понижаться. Через 20 минут давление 125 на 97. Пульс 78. Может ли так быть, что я не так измерила артериальное давление изначально? Спрашивает Анна. Тонометр автоматический. Меньше года назад перенесла пилонефрит. Есть мочекаменная болезнь. Принимает лекарства. Может ли от них повышаться артериальное давление? Что посоветуете в этой ситуации? Каждый человек индивидуален. У каждого человека абсолютно разное может быть лекарство на всевозможные медикаменты. Поэтому сложно сказать, могут ли медикаменты, которые принимает Анна от болезни почек, вызывать у нее повышение давления. Ну, существуют определенные правила измерения давления. Во-первых, давление артериальное надо измерять обязательно в покое. То есть нельзя, прибежав по лестнице на пятый этаж, неся в обоих руках пакеты по пять килограмм, сразу же бежав в квартиру, хвататься за тонометр и измерять давление. Надо сесть, успокоиться, посидеть минут двадцать. Двадцать? Ну, двадцать минут, да. Даже не три, пять минут, а именно двадцать. Не три, пять минут. Если была довольно-таки сильная физическая нагрузка, значит, посидеть минут двадцать. Кроме того, давление нельзя измерять сразу после употребления кофе, чая, после употребления горячей пищи. Тоже должно пройти, может быть, минут 15-20. То есть на фоне каких-то острых стрессовых ситуаций, естественно, тоже будет защитная реакция организма. Давление, естественно, тоже будет повышено. Это тоже будет реакция организма. Поэтому вот на фоне острых стрессовых ситуаций, да, давление будет повышено, но иногда оно, в принципе, нормально для человека. Вот, то есть в покое, отдохнув немножко, сидя или лежа в кровати. Манжетка должна быть надета где-то на уровне сердца, примерно на два-два с половиной сантиметра выше локтевого сгиба. Значит, если вы вообще впервые в жизни измеряете давление, лучше его измерить на обеих руках, на правой и на левой, посмотреть, будет ли разница между показаниями. И в последующем изменять давление на той руке, на которой давление выше. Ну, естественно, в покое нельзя также давление измерять, если вы только что использовали назальные или газные капли. Они обычно сужают сосуды, и показания тоже могут быть неверные, некорректные. Так что я не знаю, в каких условиях Анна измеряла давление, но я так понимаю, после сна, может быть, она какие-то правила и нарушила. Я прошу прощения, вот мне тоже пришлось купить тонометр вдруг. И когда вот я измеряю тоже автоматическим тонометром, три раза измеряют, три раза разные показатели. Вот как к этому относиться? Это может быть и на автоматических тонометрах, и на полуавтоматических. Может такое быть. Частота сердечных сокращений изменяется все время. Какой брать за основу результат? Первый, второй, третий? Средний арифметический. Средний арифметический. Средний между вторым и третьим. Если вы три раза померили, средний между вторым и третьим. Но разница между вот этими тремя измерениями давления, она должна быть где-то минуты две. То есть померили один раз, минутки две прошло, второй раз померили, минутки две прошло, еще раз померили. И между вторым и третьим выбрать где-то серединку. Ну, понятно. Будем надеяться, что она все это услышала и будет соблюдать все эти правила. Следующий вопрос от Оксаны. Она пишет, что свекрови 64 года, свекровь гипертоник. В течение недели у нее наблюдаются такие симптомы, как отечность, преобладающая с правой стороны, одышка при малейших передвижениях, замедленное сердцебиение, 50-60 ударов в минуту, сухость, и жжение во рту, высокое давление, верхнее до 220. Подскажите, пожалуйста, как можно облегчить ее состояние, чтобы она смогла сходить к врачу в поликлинику? Ну вот, судя по тем описаниям, которые здесь выразила Оксана, можно сказать, что у ее свекрови на данный момент идет все-таки декомпенсация сердечной недостаточности. У нее имеются одышка, отеки. Ну вот. А возможность есть для этой свекрови вызвать вообще участкового терапевта на дом? И мое такое впечатление, что эта больная, она нуждается в госпитализации для того, чтобы более тщательно обследоваться и все-таки выяснить причину и артериальной гипертензии, и сердечной недостаточности. Потому что нередко артериальная гипертензия, она идет параллельно с заболеваниями сердца, с ишемической болезнью сердца и с инфарктом миокарда. Может быть, свекровь перенесла инфаркт миокарда. Иногда бывают бессимптомные варианты. Так что это надо, конечно, разбираться. И обязательно надо вызвать участкового терапевта. Не ждать, когда будет лучше. И идти в поликлинику. И, конечно, ни в коем случае не заниматься самолечением. Не спрашивать, что принимают в таком случае родственники или соседи. Да. Ни в коем случае. Естественно, никогда не следовать советам родственников или соседей, потому что, или под друзей. Потому что доктор всегда назначит препарат в зависимости от состояния больного, от тех показаний. Может быть, у этой больной есть еще какая-нибудь сопутствующая патология и определенные препараты. Ей противопоказано. Следующий вопрос от Таисии Михайловны. Ей 73 года. И вот она самостоятельно задала вопрос. По вечерам, пишет, появляется давление за 200. Таблетки, которые принимала раньше, уже меньше помогают. Когда прихожу к врачам, днем давление, как у здорового человека. Вызываю скорую, пишет Таисия Михайловна. Делают укол или дают таблетки и уезжают. В больницу не забирают на обследование. Боюсь, что когда-нибудь они не успеют приехать. Ведет Таисия Михайловна активный образ жизни. Находится в хорошей форме и здравом уме, как она пишет. Но привыкла постоянно принимать таблетки, которые уже мало помогают. Что делать, куда идти, пока еще она может пройти обследование. В поликлинику. В поликлинику. Да, и требовать. И требовать. Чтобы обследовали. В поликлинику, к своему доктору. Ну вот приходят, а там давление нормальное, пишут. Как у здорового человека. Тогда этой больной, по моему мнению, необходимо выполнить так называемое суточное мониторирование артериального давления. То есть больной на сутки вешается приборчик, который измеряет артериальное давление. Потом этот приборчик все записывается. Потом это все анализируется. Смотрится, в какое время у него было повышение артериального давления. На фоне чего? Может быть, на фоне физической нагрузки, эмоциональной нагрузки. Потому что больные должны в это время вести какой-то определенный дневничок. И уже исходя из этого, можно подобрать соответствующее лечение. Угу. Даже вот если терапевты или кто на приеме в кабинете не верит, что, допустим, такие показатели утром до 200, то вот дневничок. Вот, пожалуйста. Да. Вот такое у меня утром, такое днем. Я рекомендую больным вообще вести, если они у меня лечатся, я рекомендую им вести дневничок. Измерить давление утром, измерять давление вечером и частоту сердечных сокращений. Ну, и сразу видно, что на фоне каких препаратов, на фоне приема препаратов, какое у больных давление, как оно снижается, как они реагируют на все это. Ну, а вот то, что Таисия Михайловна в прекрасной физической форме, и что ведет активный образ жизни, и находится в здравом уме, это просто похладеет. Ну, это просто прекрасно, что она в отличной физической форме, в общем-то, уже такой достойный возраст, скажем так. И занимается своим здоровьем внимательно. Да, это очень прекрасно. И надеюсь, что она свою физическую и психическую активность продолжит еще очень-очень долго. Может быть, в завершение, еще полминутки, рекомендации по питанию, может быть, соли уменьшить? Да, значит, всем, конечно, больным, страдающим артериальной гипертензией, рекомендуется ограничить употребление соли до 5 граммов в день и ограничить употребление жирной, острой, жареной пищи. Всем больным, конечно, необходимо следить за уровнем сахара и за уровнем холестерина. Если холестерин повышенный, то необходимо принимать препараты для снижения уровня холестерина, так называемые статина. И всем больным, страдающим артериальной гипертензией, также рекомендуется принимать препараты для разжижения крови. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы к нам приехали. Спасибо за все ваши советы и рекомендации. Мы сейчас подведем небольшой итог, сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, о чем будет наш выпуск завтра. Для постановки диагноза гипертоническая болезнь нужно выявить стойкое повышение артериального давления и исключить другие болезни, для которых характерен синдром артериальной гипертензии. Повышение давления определяется с помощью тонометра. Непременные условия – соблюдение методики. Измерение производят после 3-5 минут отдыха в комфортной обстановке, сидя в состоянии покоя. Плечо и сердце должны располагаться на одном уровне. В сложных случаях проводят суточное мониторирование. В лечении первичной гипертензии с успехом применяются немедикаментозные и медикаментозные методы, взаимодополняющие друг друга. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор эндометриоз и лапароскопия». К нам в студию придет заведующая гинекологическим отделением Новгородского областного родильного дома Алла Геннадьевна Сердюкова. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее на сайте интернета «Издание 53 новости» и в группе «Скажите, доктор ВКонтакте». А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова